Мы живем в то время, которое по праву называется космическим веком. И хотя ночное звездное небо не кажется нам таким непостижимо таинственным, каким оно казалось древним людям, тайна, связанная с небом, с его красотой, никуда не делась. И она открывается нам каждую ясную ночь, когда мы можем видеть звезды. И все, что нам нужно, это увидеть, почувствовать эту великую тайну, тайну звездного неба. Конечно, можно просто любоваться звездами и ничего не знать о них. Но когда знаешь о них хотя бы немного, это во сто крат приятнее и интереснее. Интересно наблюдать, как меняется картина звездного неба в разные времена года, как звезды восходят и заходят в определенное время и в определенном месте и следуют по неизменным путям из года в год. Ну и кроме того, зная положение звезд, не так-то просто заблудиться. По ним можно узнавать время, можно ориентироваться и на суше, и на море, и в воздухе, и даже в космосе. Если вы когда-нибудь отправитесь в космический полет, то в любой точке Солнечной системы, где нет ни одного привычного земного ориентира, созвездия и звезды будут вашими единственными дорожными указателями. Так что знать звездное небо и приятно, и полезно. Простейший способ ориентироваться на небе, это найти группы ярких звезд, выразительные группы ярких звезд, и соединить их воображаемыми линиями в какие-нибудь напоминающие нам что-нибудь фигуры. Затем мы можем усложнить картину и сделать фигуры более сложными. Так древние люди делали. Но параллельно рождалась мифология. Потому что в древности различные культуры и цивилизации, как правило, населяли небо, да и вообще весь окружающий нас мир, различными невидимыми персонажами, которые могли быть очень могущественными. Богами, героями. Так появилась астральная или звездная мифология. И надо сказать, что у разных народов в разные эпохи было совершенно различное деление неба на созвездия и различные персонажи, с чем мы с вами еще познакомимся чуть дальше. Но развивалась наука. И наука отходила от мифологии. Ее интересовало устройство и функционирование мира. Поэтому в новое время астрономы стали делить небо на участки, которые в наше время и называются созвездиями. То есть современное понятие созвездия – это определенный фиксированный участок небесной сферы, носящий то или иное, как правило, древнегреческое название. В наше время на небесной сфере насчитывается 88 созвездий. Среди этих 88 созвездий особую роль играют 13 так называемых зодиакальных созвездий, следующих на небе друг за другом. Почему? Все дело в том, что по полосе этих созвездий проходит годовой путь Солнца, по этим же созвездиям движется Луна и планеты. А если мы нарисуем на небе годовой путь движения Солнца, то он в астрономии получит особое название. Он будет называться Эклиптикой. То есть созвездия, по которым проходит Эклиптика, называются зодиакальными. За прошедшие полвека космической эры люди неоднократно были на орбите Земли, посетили нашу спутницу Луну. Космические станции, наши очень умные и надежные роботы, исследовали Венеру, Марс, они опускались на поверхности этих планет. Другие станции дистанционно исследовали крупнейшие планеты Солнечной системы, газовые гиганты, Юпитер, Сатурн. В околоземном пространстве работает очень много спутников, в том числе и космические телескопы, которые исследуют самые далекие границы Солнечной системы. Их взгляд пронзает пространство, пронзает время. Мы видим первые галактики, которые появились во Вселенной после Большого Взрыва. Время бежит все быстрее и быстрее. Так устарело ли это очень древнее занятие, любование звездным небом? Конечно нет, не устарело. И не устареет, пока люди живут на Земле. И хотя звездное небо не кажется нам таким уже непостижимо загадочным, каким оно казалось древним людям, тайна, связанная с небом и со звездами, никуда не делась. И чтобы прикоснуться к ней, все, что нам нужно, это посмотреть на звезды, ощутить их красоту. Она всегда завораживала нас и влекла. Каменный век или космический. Неважно. Людей всегда интересует вопрос, который задавали их далекие предки и которые будут задавать их потомки. Что это за звезда? У созвездий очень выразительное название. И мы ожидаем, что глядя на небо, мы увидим фигуры большой малый медведец, кита, ориона, девы, весов. Но не тут-то было. На самом деле звезды представляют собой хаотически разбросанные светящиеся точки на небесной сфере. Так что только наша фантазия поможет разобраться нам в этих звездных узорах. В разные сезоны года на небе можно видеть разные созвездия. И знакомство с созвездиями четырех времен года мы начнем с зимнего неба. На зимнем небе в южной части горизонта находится самая яркая звезда неба, называемая Сириус. Это ярчайшая звезда созвездия Большой Пес. Альфа Большого Пса. Астрономы Альфой называют самую яркую звезду созвездия. Очень выразительно выглядит созвездие Ориона. В созвездии Орион семь ярких звезд. Причем три из них образуют хорошо заметный пояс Ориона. Звезды эти почти одинаковые по яркости и находятся рядом друг с другом, вытянуты в одну линию. Выше пояс Ориона находится ярчайшая звезда Ориона Бетельгейза, а ниже пояса вторая по яркости звезда Ориона Ригель. Немножечко выше и западнее Ориона расположено другое известное созвездие Телец. В этом созвездии видна яркая звезда желтоватого цвета Альдебаран. В этом же созвездии находится знаменитое рассеянное звездное скопление Плеяды. А еще выше в небе, почти над головой, сияет очень яркая звезда Капелла. Она находится в созвездии Возничьи. Восточнее мы видим две очень заметные звезды, находящиеся рядом друг с другом. Это звезды Кастер и Полукс, созвездия Близнецов. А под ними, ближе к горизонту, видна звезда Процелон, созвездия Малый Пес. Итак, самые выразительные созвездия Зимнего вечера это Орион, Телец, Возничий, Близнецы, Малый Пес и Большой Пес. Ближе к утру эти созвездия перемещаются в западную часть неба, а в восточной стороне неба перед рассветом появляются те созвездия, которые будут хорошо видны на весеннем небе. Теперь перед нами весеннее небо. Весной темнеет позже, светает раньше, и поэтому времени для наблюдения звезд остается меньше. Несмотря на то, что весеннее небо не столь богато яркими звездами, как небо зимнее, на нем тоже есть интересные созвездия. Но не все созвездия неба можно отнести к сезонным созвездиям. Есть группа созвездий, которые никогда не опускаются под горизонт. Их можно назвать околополярными созвездиями. Те созвездия, которые мы видели зимой в южной стороне неба, теперь видны в западной стороне неба. Напомню, это созвездия Орион, Большой и Малый Пес, Возничий, Близнецы и Телец. В южной стороне горизонта, на весеннем небе, самыми заметными созвездиями являются Лев и Дева. И то, и другое созвездие относится к так называемым зодиакальным созвездиям. Напомню, что зодиакальные созвездия это те созвездия, через которые проходит годовой путь Солнца. По этим созвездиям движется Луна и планеты. Четыре ярчайшие звезды созвездия Лев напоминают Трапецию. Причем, самая яркая звезда в этом созвездие находится справа внизу этой трапеции. Называется она Регул. В созвездии Дева есть только одна яркая звезда. Она носит название Спика. А вот хорошо известное созвездие Большой Медведицы находится высоко в небе, почти над головой. Наиболее заметны в этом созвездии семь звезд, которые нам напоминают Ковш. Так и называется эта звездная фигура Ковш Большой Медведицы. Ближе к утру в южной стороне горизонта видна очень яркая звезда неба Арктур. Арктур – это альфа созвездия Валапас. И на нашем северном небе по яркости Арктур уступает только Сириусу. На востоке появляются те звезды, которые будут украшать летнее небо. Это звезды Вега, Денеп и Альтаир. И созвездий Лира, Лебедь и Орел. А вот летом времени для наблюдения звезд остается совсем немного. Даже на средних широтах звезды появляются на ночном небе на короткое время вблизи полуночи. На высоких широтах господствует белая ночь. Это очень романтическое время, но в это время на небе видны только самые яркие звезды. А если мы пересечем полярный круг, то попадем в зону так называемого полярного дня, где солнце совсем не опускается под горизонт и находится на небе круглые сутки. На полюсах Земли полгода длится полярный день и полгода длится полярная ночь. Именно на полюсах Земли проще всего заметить, что вся небесная сфера вращается вокруг некой неподвижной точки, называемой небесным полюсом мира. И рядом с этой точкой находится знаменитая полярная звезда. Именно поэтому она и получила название полярной звезды. Полярная звезда является самой яркой звездой созвездия Малая Медведица. Ярчайшие звезды Малой Медведицы тоже по форме напоминают ковш, но меньше по размеру и более вытянуты, чем знаменитый ковш Большой Медведицы. Полярная звезда это не самая яркая звезда неба. А на летнем небе самые яркие звезды это Арктур, Вега, Денеп и Альтаир. Арктур был виден и на весеннем небе, но сейчас летом Арктур переместился вечером в западную сторону горизонта, а в южной стороне горизонта находятся звезды Вега, Денеп и Альтаир. Это самые яркие звезды созвездий Лира в этом созвездии Вега, Денеп созвездие Лебедь и Альтаир созвездие Орел. Эти три звезды вместе называются летним треугольником. Так вот, летний треугольник это не созвездие, летний треугольник это астеризм. Астеризмом астрономы называют то, что раньше называли созвездиями, воображаемую фигуру из ярких заметных звезд. Но короткие летние ночи очень быстро настает рассвет и звезды гаснут. Осень темнеет раньше и чем ближе к зиме тем все более долгими и долгими становятся ночи. И хотя летний треугольник все еще виден на осеннем небе все-таки в южной части горизонта появляются другие созвездия которые мы назовем осенними. Это Андромеда Кассиопея Персей Пегас Рыбы. А откуда взялись названия созвездий? Выдающийся древнегреческий астроном Клавдий Птолемей писал 48 созвездий из них 47 вошли в современное деление неба призна современными астрономами. А 48 созвездие корабль Арго было разделено на 4 части киль корма паруса и компас. Правда это созвездие южного неба и в высоких широтах северного полушария земли оно не видно. Так что 47 созвездия нашего неба имеют древнегреческое происхождение. И так на осеннем небе летний треугольник звезды Вега Денеп и Альтаир созвездия Лира Лебедь и Орел можно видеть в западной стороне горизонта. А южная сторона неба украшена не столь яркими звездами. Какие же созвездия здесь наиболее заметны? Андромеда Кассиопея Персей и Пегас Самые яркие звезды Пегаса напоминают гигантский квадрат в небе, от которого отходит ручка в сторону восточной стороны неба. Ярчайшие звезды ручки это звезды Андромеды. Этот огромный квадрат чем-то напоминает ковш Большой Медведицы. Но звезды ковша Большой Медведицы принадлежат одному созвездию, а этот еще больший ковш двум разным Пегасу и Андромеде. Над ними находится Кассиопея. Пять ярчайших звезд Кассиопеи похожи на букву W. Именно так это созвездие проще всего узнать, искать букву W латинского алфавита или перевернутую букву М русского алфавита. Под звездами Андромеды ближе к горизонту находится зодиакальное созвездие Рыбы. Но звезды созвездия Рыбы очень слабые и увидеть их довольно трудно. Еще ближе к горизонту не менее слабые звезды большого созвездия Кит. Так что не все созвездия содержат яркие звезды. Очень много созвездий только слабые звезды имеют. И кроме того созвездия разные по площади занимаемые на небе. Есть такие большие созвездия как большая медведица или скажем гидра а есть маленькие созвездия такие как лисичка или стрела. Поскольку созвездий в действительности не существует вернее не существует такого физического объекта как созвездия в отличие от звезд планет галактик то ничего удивительного что разные культуры и народы древности имели разное деление неба на созвездия и соответственно разную мифологию связанную с этими созвездиями. Но условность созвездий заключается не только в том что мы можем по-разному объединять группы разных звезд и называть их разными именами. Сами созвездия в современном понимании как участки неба с неизменными фиксированными границами конечно остаются постоянными но то что находится на этих участках может перемещаться из созвездия в созвездия быстрее всего движется конечно Луна примерно за месяц обходя полный круг из 13 зодиакальных созвездий медленнее движется солнце и планеты еще медленнее движутся звезды но звезды также движутся поэтому звезды принадлежавшие одному созвездию через несколько сотен или тысяч а может быть даже миллионов лет окажутся уже в другом созвездии наша земля как гигантский волчок не только поворачивается вокруг своей оси но еще и меняет наклон оси вращения плоскости своей орбиты поэтому вся система созвездий вся система объектов принадлежащих этим созвездиям перемещаются друг относительно друга изменения происходят очень значительные их обязательно нужно учитывать при очень точных наблюдениях далеких космических объектов не только звезд нашей галактики у северного народа инуиты было вот какое деление неба на созвездие та звезда которую мы называем вега у инуитов носила название старуха а само созвездие современная лира инуиты называли тот что сзади очень яркая звезда арктур носила название старик а созвездие которому она принадлежит и которое мы называем фалапас называлась двое друг против друга вторая звездочка этого созвездия нюва лапаса вместе с арктуром и образовывала фигуры двух людей стоящих друг напротив друга а кстати рядом со стариком вторая звездочка которая носит название маленький сирота три яркие звезды пояса ориона бегуны а вот созвездие большая медведица носило название карибуру было созвездие ключицы и даже такое неромантичное созвездие как сосуд с жиром зато современное созвездие орел носило красивое название два солнечных луча и самая яркая звезда этого созвездия сейчас называется альтаир и находится в современном созвездии орел в созвездии телец находится рассеянное звездное скопление у инуитов оно носило название сабаки а нынешнее звездное скопление плеяды называлось грудина звезда арктур носило специальное название дух полярного медведя так древние скандинавы конечно тоже имели свое деление неба на созвездия у них не было очень много созвездий нашу большую медведицу вернее ковш большой медведицы они называли повозка мужчин ковш малый медведицы они называли повозка женщин то созвездие которое мы называем орион у них называлось рыбак геады и ярчайшая звезда телеца альдебаран называлась волчья пасть звезда арктур носила название дневная звезда вегу скандинавы называли южной звездой а полярная носила название путеводная звезда что полностью соответствует ее роли главной навигационной звезды северного неба она помогала древним викингам находить путь и в открытом море и на земле да и сейчас полярная звезда тоже может помочь нам ориентироваться а вот у индейцев североамериканской группы племен лакота живших на территории нынешнего штата дакота в США мы найдем знакомую нам фигуру то что мы называем ковшом большой медведицы они также называли созвездие ковш но наряду с этим есть и такие созвездия которые состоят из слабых малозаметных звезд и у нас не ассоциируются с этими фигурами очаг медвежий берлога буревестник а вот ту фигуру в созвездии лебедь которую сейчас принято называть северный крест северный крест это астеризм созвездий лебедь индейца лакота называли саламандра знаменито рассеянное звездное скопление плеяды которая для нас находится созвездий телец лакота называли семь юных дев как правило чем более развита была культура тем обширнее населяли люди неба разнообразными созвездиями и надо сказать что далеко не всегда они носили мифологические или сказочные названия а очень часто люди помещали на небо в своем воображении конечно те предметы которые окружали в повседневной жизни поскольку в иные эпохи на небе насчитывалось более 200 созвездий то мы не будем знакомиться со всеми созвездиями китайско-корейской культуры посмотрим только на созвездия околополярной области которые достаточно ясно отражают представление китайцев о мироустройстве о том что порядок на земле является отражением порядка божественного отсюда такие казалось бы не романтичные названия как судейская тюрьма небесная тюрьма шестой департамент бог войны императоров бог помощи императоров добродетель небесная колонна небесная кухня конюх кнут крючок для платья страж продвижения впрочем мы можем найти что-то знакомое северный ковш северный ковш мы также найдем и в индийской культуре неба а вот остальные созвездия индийцев очень сильно отличаются от китайских созвездий так например у них было созвездие призраки это современные близнецы звезды кастрополос северная река современное созвездие возничий вернее часть ярких звезд созвездия возничий включая капеллу три звезды так назывался наш пояс ориона созвездие сетка объединяло рассеянные звездные скопления плеяда и геады впрочем были созвездия которые были связаны с очень слабыми звездами шея ива был величайший дворец на небе но также рынок и рыночный надзиратель хорошая тыква и плохая тыква гром и молния удар молнии так что как мы видим индийские созвездия китайские не совпадают между собой одна из самых загадочных цивилизаций мира это египетская цивилизация конечно у них было свое деление неба на созвездия особую роль египтяне отводили так называемым околополярным созвездиям они считали что именно сюда на своей ладье после смерти отправляется душа фараона чтобы присоединиться к вечным звездам очень популярно было у египтян созвездия лев они связывали его со сфинксом стражем между миром живых и миром мертвых именно от египтян через греков пришло нам это созвездие были созвездия швартовая тумба звезды из воды две звезды а вот ковши большие медведицы они называли мес бычья нога были созвездия гиппопотама и крокодила гиганта ну а созвездия ориона египтяне называли сах они считали что именно здесь находится вход в дуат загробный мир и связывали это созвездие с осирисом владыкой мира мертвых так что теперь глядя на небо и вспоминая современные названия созвездий и звезд их составляющих мы понимаем насколько условно все это насколько относительно точно так же условно и относительно та мифология которую сейчас некоторые связывают со звездами но ученым не нужна мифология они изучают вселенную ее происхождение ее развитие функционирование и если древним людям небо и созвездия неба казались вечными и неизменными то мы сейчас знаем что на небе все меняется движутся звезды как это проявляется посмотрим как за 100 тысяч лет в будущее изменится область неба созвездия Большая Медведица последим за движением звезд Большой Медведица звезды движутся очень быстро но и расстояния до звезд очень велики поэтому изменения заметно невооруженному глазу только на протяжении очень больших интервалов времени а теперь проследим за изменением кавша Большой Медведицы из прошлого в будущее на протяжении 200 тысяч лет попробуйте уловить момент настоящего когда эти звезды похожи на современный ковш движется ярчайшая звезда неба Сириус альфа созвездия Большой Пес поскольку это одна из ближайших к нам звезд то и движется она заметно быстрее чем звезды ковша Большой Медведицы и так фигура созвездия вещь условная очень часто близость звезд созвездия только кажущаяся посмотрим во что превратится созвездие Ориона когда мы совершим путешествие к этим звездам астрономии изучение созвездия это только самый первый шаг в удивительный прекрасный чарующий и бесконечно разнообразный мир астрономии 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 астрономии